Привет! Я собрался вам открыть новый формат, как на компьютерах играть хорошие игры. Но, безусловно, свои конфигурации, я ее просто буду писать наверху, это не самая последняя конфигурация. Последняя будет позже, а пока только одна классная видеокарта. Это неплохая карта, и поэтому я решил выставить вот здесь перед вами формат такого плана. Я буду показывать, как разные игры играют вот в этой системе. На сегодня это будет Tomb Raider. Новый, последний или последний, или новый Tomb Raider. А смысл заключается вот в чем. Я буду играть на разных приличных настройках. Настройка Full HD, это 1900 на 1080, Quad HD 2000 на 1440, там, по-моему, не помню, и 4К. И рассказывать по ходу, вы будете видеть, что на экране происходит, и рассказывать по ходу свои ощущения, как играется, плавно ли плохо, с проседаниями, рывки. А FPS вы будете видеть слева. Кстати, вы тут и видите и частоту моего процессора, и объем памяти. Ну, а что не увидите, я все допишу. И таким образом, видя в полном экране, так как буду я записывать это, скорее всего, в 4К, вы четко будете видеть так, как сами бы играли в эту игру. И таким образом, вы сможете на самом деле заценить, какая конфигурация компьютера, насколько хорошо играет, стоит ли вам покупать процессоры, о которых я говорил, что они, может, совсем того не стоят, последние, насколько мощную видеокарту вам стоит покупать, какую. В этой игре, Топрайдер, я пытался сделать 3 разрешения, вернее, я их сделал. Сейчас разрешение, по-моему, Quad, по-моему, называется WQHD. Это так называемое разрешение 2К. Ну, оно не совсем 2К, потому что влез я в Википедию, оказалось 2К. Немножко не так, как я предполагал. Но неважно, в общем, это посредине HD и 4К. Буду выставлять позже другие разрешения и менять настройки. Все не буду менять, смысла нет. Буду менять самые экстремальные и буду вам рассказывать, что и где происходит. Как вы видите, сейчас разрешение 110, вот я вижу 104, 106, 107 FPS. Игра, как принято говорить, идет в лед. Очень легко, свободно, все классно играет, передвигается. Это просто восторг. У меня есть возможность на конфигурации только сравнить с видеокартой от AMD 5700 Gaming X. Прошу не обижаться всех игроков и любителей AMD. Я ее когда-то тоже любил. Но думаю, что... Хотя сейчас, секундочку. Да, это я сделал глупо. Так, сейчас Лара Крофт поднимается. Сейчас буковка Е. Она плывет и поднимает цветок. Вот этот фрагмент. Дело в том, что комментирует я из другого места. И пытался оторваться. Я тут нахожусь рядом со мной. Люди, которые играли в карту 5700. Ни в одной игре они не отметили хорошую игру ее. Но я на всякий случай хотел согласовать свое мнение, что в этой игре 5700 тоже играла. Не ахти. Но не смог. Боялся разорвать звук и видео. Ибо видео идет. Я комментирую. А потом все это надо будет мне совместить в редакторе. Насколько я вижу, изображение замечательное. Оно также замечательное у меня при вот этом разрешении, которое вы увидите позже. Я его включу как на мониторе 28 дюймов, так и на мониторе 38 дюймов. То есть на большом экране телевизора. Оно тоже выглядит потрясающе. Здорово, классно. Мне очень нравится. Играет на этом разрешении, которое позже увидите очень-очень хорошо. Процессор не новый. Материнка не поддерживает Директ 12. Но это не факт. Поддерживает ли она или как. Там как она воспринимает совершенно неизвестно. Вся эта игра. Однако стоит на Директ 12. Потому что я тут при таких всех настройках поставил. Снял с Директа 12 Battlefield 5, по-моему, или 1, не помню уже. И у меня на 11-м Директе картинка поплыла. А на 12-м все летало. Казалось бы, наоборот. 11-й менее требовательный. Но на 12-м работал лучше. Видимо, не стыковки. Так вот, как вы видите, на этом разрешении и изображение классное. И FPS приличный. А вот сейчас я переключаю на другое. Как я уже сказал. Вот это было, видите, как я его называю 2К. Вообще-то не совсем 2К. А сейчас я пытаюсь поставить на 3К. Извиняюсь. Извиняюсь. На 4К. На 4К. И кое-что подправить в настройках. Итак. Карта, вы видите. RTX 2070 Super. Карта от MSI. Так, так, так. И сглаживание стоит SMAA. Не самое мощное сглаживание. Для начала я поставил перепроверить. Сейчас надо настройки. Сейчас выключу, включу. Игра для меня новая. Я только взялся. Я не любитель играть в такие игры. Но буду играть всякие. Чтобы кто меня смотрит, увидел, как лучше всего играть. Как идёт. Ещё раз говорю. Графики ни о чём не говорят. Я тут... Ага. Сейчас, ладно, пусть пока я тут переключаю. Я тут смотрел на всех этих блогерах и обзорщиков. Я так вижу. Я поставил 4К. 4К. Понятно. Да. Поболтать не удалось. Решил переключить. Да. Похоже, что это 4К. Но при следующем переключении я ещё в этом подтвержусь. Будем считать, что это 4К. Разглаживание не самое. Что я хочу сказать. В 4К по сравнению с 2К. Изумительная картинка. Прорисовка. Контраст улучшился. Всё стало просто великолепно. Заранее забегу. По сравнению в HD. В HD просто отстой. По сравнению с этой картинкой. Не сказать, что настолько игра как-то изменилась в управлении. И в ощущениях просто стала замечательная картинка. А вот смотришь на FPS. Ну, правильно. Это 4К по FPS. Картинка уже 50 кадров в секунду. Но управляемость такая же восхитительная. Низ без сучка, без задоринки. Всё просто великолепно. Лара ходит, двигается, делает всё, что хочет. А это я уже заранее говорю. Так как я походил туда-сюда, посмотрел. И это дело мне очень понравилось. То есть на 4К играет просто великолепно. Так что я хотел сказать про других блогеров. Ставят картинку. Разделяют экран надвое. И показывают. Там картинка вся мельтешит. Дрожит. Показывают вот эти вот циферки FPS. Неизвестно, что отключено, что включено. Не всегда всё известно. Иногда неизвестно. И смотрят на графики. И говорят, всё отлично. А там по экрану прыгает, чёрт знает что. Картинка вся просто прерывается. Что на левом экране, что на правом. Ну, то есть я не говорю обо всех. А мои общие впечатления. И, честно говоря, такое положение вещей просто раздражает. Ничего не видно. И языком. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Перебирают все технические моменты. Перебирают все обзоры всех технических мелочей. Всё это красиво выглядит. Всё выглядит очень умно. А на практике полный ноль. Ничего о реальности вещей не говорится. Тут недавно, слушая буквально недавно такого блогера, я от него слышал такую чушь. Берёт Asus карту 280 и говорит, что эта карта отстой. Хотя она у него прекрасно работает. И фпс, соответственно. Берёт какой-то понос. И в фпс в два раза меньше. И говорит, вот, всё хорошо, всё отлично. Картинка дёргается. То есть, а что там? Идёт график. У него фпс. Всё. Он на фпс 40-30 кадров. Говорит, всё хорошо. А там здесь фпс 80. Говорит, всё плохо для такой карты. Ну, конечно. Карта дорогая. Поэтому, наверное, плохо. Я не знаю, какие соображения. В общем, как я смотрю со стороны, это совершенно ни о чём не говорит. Другой вопрос, я думаю. Если я буду записывать в 4К, качество всё налицо. Я уже записывал последние несколько роликов в 4К. И видятся мне они великолепными. Кстати, беру куски из других роликов. И они почему-то у меня дёргаются ещё хуже, чем у них. То есть, я хочу сопоставить с другими блогерами. Так как всё сам изучить не могу, естественно, я думаю, самый правильный метод. И не только даже брать их и говорить вам. А вы же всё прекрасно сами знаете. Вы можете смотреть всех блогеров. И если интересуетесь, вы всё увидите. У кого как. Так что, я думаю, единственное, что вам не хватает, как мне кажется, картинки на полный экран в отличном качестве. Чтобы картинка шла именно так, как и вы будете играть, если вы как бы играли вот рядом со мной стояли. Потому что, когда картинка хорошая, вы сами всё увидите. ФПС, пожалуйста, есть свойства. Я буду включать и играть на разных свойствах. Вот тут как раз будет сразу всё видно. Ну и добавлять, конечно, свои ощущения. Потому что свои ощущения передать нельзя. Вот я сейчас заметил на экране, как я просматриваю, как будто что-то вот тормозит картинку. Но когда я играл, у меня всё было классно. Не знаю. Ощущения были такие, всё было хорошо. Но вот сейчас, просматривая ролик, я вижу, что он как-то не так гладко прошёл вот в одном месте. Вот. И тут мне ещё сложно было играть. Я помню эту Лару. Она на каждом шагу прыгает, на каждом месте прыгает. Да, это тяжело. Мне будет столько прокомментировать. Я думал, я мало играл, а как раз проиграл. Да, вот как раз вспомнил. Значит, на GeForce есть запись. По-моему, на NVIDIA там запись. Не помню, какая. Вот. И когда я делал запись, вдруг пропал у меня значок записи. Я-то думал, что у меня запись пропала. Я столько играл. Оказывается, просто значка не было. Вся запись сохранилась. Прекрасно работает. Пока что у меня ни разу не было проблем. И вот слева фреймрейт, где написано FPS, все процессы от MSI, автобионин. Всё отлично работает. Уж извините, любители карты AMD. Приведу пример. Опять тоже 5700. Там ни хрена не работает. Там всё пропадает. Там всё... Ну, если, конечно, это не MSI, потому что в AMD есть же своя запись. Правильно? И вот там есть у AMD, есть и свои настройки. Есть настройки FPS и так далее. Так это просто трындец. Там даже не знаешь, когда записывает он или не записывает. Он может показывать, не записывать. Может записывать, не показывать. Ну, в общем, ладно. Не буду всё перечислять. Я уж забыл. Вспоминать не хочу. Ну, вот здесь всё работает. Ну, вот говорю, что запись вдруг пропала. Она таким зелёненьким кружочком светится. По крайней мере, у меня в правом углу экрана. Может, там нужно регулировать. Мне пока не до этого. И вот пропала. Я думал, запись пропала. Я столько играл, переключал разрешение. Потому что не всё здесь так гладко. Уж не знаю, почему. А вот после того, как я хотел перейти на HD. Кстати, не знаю, ещё надо посмотреть, удалось ли мне перейти на HD. То есть, на обычное разрешение, как большинство играет, 1000 на 1900. Да и я всё время играю. Я только вот ролики. А так я 1000 на 1900. Мне вполне хватает. Вот. Вот мы играли. То есть, вы видели, а я играл на 4К. А вот даже интересно, в HD-то я смог завести? Потому что я, как припоминаю, только я поставил на HD, всё к чёртовой матери вылетело. И загрузилось снова. И такое изображение на HD было. Ну, просто. Ну, по сравнению вот с этим. И что я сейчас поставил? Интересно. Надо следить за тем, что я делаю. Сейчас посмотрим. Вот, хорошо, включаю. Сохранить игру. Ага, это я сохраняю для чего-то. Сейчас, ну, так как FPS я вижу 58, это продолжает играть 4К. Это безусловно. Сразу видно по FPS. Опять же, хочу сказать, что FPS, несмотря на то, что падает до 50, может быть. Сейчас я вижу 50 с чем-то. Вот. Игра идёт изумительно. Кстати, у многих говорят, но, кстати, что касается, играет на 5700. И говорят, что вообще невозможно играть. Карта отлично, невозможно играть. Вы знаете, если на AMD играть даже с разрешением с кадрами 50 кадров в секунду, там будет трындец картинка. Там играть невозможно. Может быть, поэтому, потому что эта карта была от AMD. Так, что я тут буду ставить сейчас? Что я буду ставить? Я уже забыл, что я ставил так. Это разрешение опять 2К. А, вот. Я, видимо, хочу ставить HD. Вот сакраментальный вопрос. Именно ставлю для того, чтобы видеть FPS, картинку, как играет и так далее. Сейчас буду сохранять. Но я так думаю, что оно вылетит на рабочий стол. Что самое интересное, переприключение на маленькое разрешение, как вы видели. Какие-то идут дикие искажения появляются. Совершенно другой наклон меню. Меняется меню. Не знаю, почему так. Так. То ли он хочет через перезагрузку. По мелочам-то я забыл, как все происходило. Просто теперь смотрю и комментирую то, что я делал. Отчасти помню. Ну и, конечно, больше всего я запомнил все ощущения. Вот и картинка. Я ее вижу. Конечно, картинка не такая контрастная. Картинка стала плохая. FPS вырос. Но вы знаете, что она играет так же хорошо. Но так как картинка стала съеденной, играть стало просто отвратительно. Ну, после 4К играть действительно стало отвратительно. Вот. Понимаете, вот что 50 FPS, что сейчас 120. По ощущениям разницы ноль. Ни преувеличения. Никакой разницы вообще. Вот чем отличается карточка G-SWars от AMD. Что если здесь, здесь хоть 40 будет. Игра идет гладко. Ну, бывают, конечно, игры, бывает там, где идет плохо. Бывают провалы. Но они настолько редки по сравнению с AMD. А бывает, что и вообще нет. Вот здесь вот, пока я играл, там даже 50 кадров было. Провалов не было вовсе. Игра идет изумительно. Гладко. Великолепно. Без всяких преувеличений, могу сказать. Однако, вот что будет не так, я буду говорить. Там, например, в дальнейшем будут такие моменты странные. А пока что вот HD разрешение играет, значит, в приличных FPS больших. Но, в принципе, конечно, наверное, играть можно. Но вот смотрю на картинку. Еще, знаете, если бы в 4К были какие-то тормоза или тугость какая-то в движении. Какая-то хоть маленький неудобняк. То сразу, знаете, когда переходишь на такую легкую FPS. Вот классно играть. Здесь нет. Здесь только отвращение. Не отвращение, а вот как бы дискомфорт и неприятность от такого изображения. Не контрастное, не настолько яркое. Не такое четкое. Поэтому могу смело сказать, что на этой карте и в такой конфигурации, то есть такого процессора и памяти, и материнской платы, которая, как я узнал, залез сейчас в свойство не поддерживать 12. Хотя у меня 12 стоит. Директ. Но он якобы не поддерживает. Хотя, знаете, я вот тут же подумал о новом процессоре 9900, чтобы все-таки попробовать сюда поставить, почувствовать что-нибудь, если получится. И вижу два процессора. Разница порядка 2000. Не могу разобраться, в чем проблема. Оказывается, один, значит, K, поддерживает видео. То есть, внутри процессора еще и видео стоит. А KS, что ли, или KF, тот же самый. Все, до 5 ГГц у него буст. Все тоже. Только он не поддерживает видео. То есть, у него внутреннего процессорного видео нет. Без видеокарты вы его вообще не включите. Ну, посмотрел я блогеров, и они говорят, нет, даже 2000 это видео не стоит, чтобы на него тратиться. Вот такая вот мелочь. Но на каждом шагу много проблем. Или, например, возьмем карту MSI. У меня карта 8 стоит SATA. Теперь 6. 6 и 2 M2. И вместо 2 M2 можно сделать 1 M2, во второй M2 поставить SATA. И вот подумайте, как можно в слот M2 поставить SATA, да? Даже в магазине, как они называются, менеджеры или кто там, консультанты, это не просто в магазине, это профессиональные консультанты. Не знать, что это такое, когда я им задал вопрос. И что вы думаете? В слоте M2 есть несколько розеток. То есть поддерживают разные интерфейсы. На каждой интерфейсе разные розетки. То есть одна розетка для интерфейса PCI-Express, вторая розетка для интерфейса SATA. Но вблизи я пока не вижу. Я хочу вот увидеть в этой штучке, которая там находится, на слоте M2, я хочу увидеть именно, что они этажами, одна за другим, идут две розетки. Одна PCI-Express, другая SATA. Потому что такого раньше я никогда не встречал. Неудивительно, что менеджер говорит, да вы что, там такое есть? Да, оказывается, есть. Просто увижу я это только, когда в руки возьму материнскую плату. Но это не отменяет того, что на материнское платье нового поколения всего лишь 4 SATA вместо 8. Что делать? Тут приходит новый вопрос. А ответ такой, что нужно теперь на PCI-Express X1, не 16, нигде видеокарта, устанавливать такую штуку, не помню, как она называется. В общем, через него устанавливаются два SATA. Я тоже об этом как-то раньше не думал, но приходится бы беспокоиться. То есть, чтобы собрать теперь новую систему. Так, вот вы видели, как всё это играет в HD. Игра была скучной, неинтересной. А теперь я снова перехожу на какое разрешение. Сейчас посмотрим. Опять на 2К, нет? Вероятно, вероятно. Ну, а потом снова на разрешение 4К. И потом на самую мощную смазывалку, которая убивает вообще игру. Делает её неподъёмной. Сейчас я вернулся к 2К. Как я говорю, 2К тоже отлично играет. Ну, если в 4К играет. FPS 90. Играет замечательно. И так как я уже всё рассказал, и только нахваливаю, как это играет всё великолепно, то вроде как и говорить больше нечего. Как продолжить о материнской плате, у которых теперь, у всех подобного плана для процессора i9-9900, всего лишь 6 SATA и 2 M2. Причём, если в один из M2 вы установите SATA, то из 6 SATA, которые... Ну вот, разбилась моя Лара. Из 6 SATA, которые есть, можно использовать только 5. Однако, в разных источниках я видел, что всё это дело по-разному. Что якобы на 1 M2 с интерфейсом PCI-Express или SATA можно установить 2 SATA и 5 на саму SATA вместо 6. Бред, да? Короче, получается 7 SATA получается и 1 M2. И вот тут вопрос, что когда я зашёл на сайт MSI, то оказывается, так сделать нельзя. То есть, на 1 слот M2 можно установить только 1 SATA, а там, где их было 6, на 1 SATA уменьшается. Бред, да? Но, однако, почему-то там пишет так сайт производителя MSI и мне предстоит это ещё узнать, купив материнскую плату. Помимо этого, нужно ещё всё-таки подразузнать то, что для этого процессора подходит только 2 чипсета от материнских плат. Z370 и Z390. Это, по-моему, уже очевидно, но перепроверить стоит. Опять же, подумать о памяти. Так как вы видите, вот у меня сейчас процессор стоит, он на 4 МГц. Я не разгонял, ничего не делал. Но по каким-то причинам он играет на 4200 МГц. Я даже не знаю, почему. Я ничего не делал. Я вообще никогда не гоню ничего. А тут вдруг посмотрел, смотрю, и у меня не 400 МГц, вот CPU 63 градуса, 61%, 4200. Кстати, что такое 60%? Чёрт, что знаете. Наверное, задействие процессора, задействование, или я не знаю, что это такое вообще. Понятия не имею. Ну, что 56 Вт, это вроде похоже по W. 70% у меня разогревается видеокарта и работает на 98%. Ну, я так понял, по мнениям знающих профессионалов, если у меня процессор загружается на 60%, на 70%, это не значит, что его много, это значит, что его мало, это значит, что он работает плохо. Вот и посмотрим, если я куплю процессор i9-900, теперь KF получается, без видеопамяти, за которую я не хочу перепрачить 2000 рублей, она даром не нужна, как я понял, там в основном разрешение 700 на 500, и то играть нельзя, хотя поддерживает 4К. Интересно, 4К с разрешением 500 на 700. Ну, шучу, конечно, понятное дело, что одно дело разрешение в играх, а другое дело разрешение рабочего стола или фотографии. Видимо, это разное дело, и никто не советует тратить деньги даже на такую графику. А так как этих карточек у меня уже как собак нерезанных, то не обязательно хороших. То есть, если в принципе, вот 4К, а теперь я буду выставлять, видимо, офигенное сглаживание. Вообще, я так понял, там у меня всё ставится, она по максимуму, нет, либо я ничего не нашёл, либо мне уже поставили. Вот сейчас я буду ставить на 4, смотрите, цифра 4, и пишет, сглаживание S-M-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Вот и посмотрим. Наперёд могу сказать, что да, стало играть так, как AMD 5700 в самом лучшем своём варианте. И я не шучу. Я говорю серьёзно. Вот именно так вот непонятно как AMD 5700 играет во все игры. То есть вот такой лёгкости, как здесь, не было и в помине. А вот когда картинка идёт ровно, просто она идёт ровно. Так, а что это у меня сейчас здесь? Это я, наверное, не переключил правильно, да, или что? Видимо, я неправильно включил. Сейчас по новой, если я правильно помню. Вот опять 4, да, 4 включается, да. По-моему, сейчас я включил. Принять изменения. Наконец-то их принимаю. Сохранить изменения, да. И вот сейчас будет кошмар. Кстати, почему-то при вот таком сглаживании меняется полностью картинка. Лара как бы приближается, ближе становится, столь так кажется. Видите, мышь не попадает в надписи совершенно. Всё как бы нажимается. И на экране навряд ли вы увидите, каким трудом идёт эта вся игра. А ведь смотрите, на экране всё хорошо и гладко. Но я вам скажу, по ощущениям трындец. Вот так на AMD 5700. Там играют так все игры. Кажется, вроде бы они играют, но играть на них невозможно. Правда, здесь гладкость картинки и нет никаких прыжков и пикселов. А там ещё дополнительно это. И там это происходит в хороших местах. Ну, не в самых хороших, есть и получше. Но я вот здесь поставил вот этот бред, вот эту чушь. Кстати, вот видите, 30-40 фпс. Как обычно и играет во всех 4К, в большинстве, как, ну или так скажем, уж 80% по-моему, да, из моих игр играет AMD 5700. Как вы видите, всё кажется хорошо. Вот из-за этого я и отдал. Но то, что вот я чувствую, когда играю, это передать нельзя. Это полный отстой. Хотя вот вы видите, на экране картинки приемлемые. Я специально спустился назад и вперёд, так как вот и даже было затормаживание сейчас было. Ну, таких тормозов на AMD, это просто на каждом шагу. И это первый тормоз на Ларе Крофт, вот с таким 4К и вот этот вот с предупреждающим сглаживанием, который просто рыдец. А по картинке, я скажу, она только ухудшилась. Нет никакой прелести изображения. Я не вижу, чтобы у Лары были хорошие волосы. Они какие-то кусками обрубленными. В общем, бессмысленные совершенно. Кстати, во многих играх, я вам так скажу, по моим наблюдениям и ощущениям, во многих играх максимальные настройки просто уродуют игру. Если правильно поработать с ними и убрать, часто у вас и производительность повысится. Кстати, я это делал часто на 5700 ATM-D. Там можно убрать, и причём не будет плохо играть, будет только лучше, и изображение лучше всё, и игра легче работает. Я там часто убирал, и у меня часто получалось. Однако скажу, что в данном разрешении, с данной настройкой размазки изображения, изображение не получает никаких преимуществ, играть очень неприятно. Видимо, мне это надоело. И теперь я, видимо, возвращаюсь к каким-то другим настройкам. А вот стоит SMAA 4X. Всё правильно, я не ошибся. Тут нестыковка управления, курсор не попадает куда надо, клавиатуры только надо сжимать. Вернее, вы можете курсором это всё отметить, но отмеченная полоса будет не совпадать с курсором. Кстати, в некоторых местах там ещё где-то у меня попадалось без сглаживания. Почему такие вещи? Это я хочу сказать, что в данной игре происходят сглюки в сочетании вот с этой видеокартой. И кто в этом виноват, не знаю. Но в нормальном разрешении, когда всё нормально работает, как я сказал, просто 4К, в нормальном сглаживании всё идёт великолепно. В 2К тоже великолепно идёт. Кстати, большую разницу от 4К нет, не вижу я. А вот в HD качество просто отстой полнейший. И вот я, видимо, перешёл, даже не пронаблюдял, на нормальное размазывание. В 4К я вижу по FPS. Вот здесь идёт хорошо. Короче, на Ларри Крофт лучше всего играть в 4К. Картинка изумительная. Ни одного подтормаживания, даже ни малейшего нет. Играет великолепно. На 50 FPS эта карта играет как на 150. Кстати, на 150 она играет точно так же легко. Вот, что я вам хотел сказать. Всё это я выложу в 4К. Как я смотрел по прошлым роликам, когда выкладывали в 4К, у меня есть специальная Sony-версия преобразований, при которой картинка получается чудесная. А чудесная она в том, что когда я просматриваю, она точно такая, когда я смотрю на экране, получается у вас, если вы смотрите на YouTube. Она, видимо, замечательно сочетается с форматом YouTube. Это какой-то Sony-формат. Как-то, кстати, Windows её не берёт. Я после такой записи не могу просмотреть на Windows плеере, который встроен Windows здесь. Он не тянет и не проигрывает эту картинку. Я её прямо гружу. Я записываю её в Sony Vegas. Озвучиваю, ставлю озвучку и направляю к вам. Так что смотрите, сравните с другими, кто что играет. Пока!